привет мои дорогие подписчики мы все еще в венеции и сегодня я вас отвезу на водном автобусе на остров мурану людей очень много сегодня суббота мы на 3 в аппарату это как быстрый путь решили взять и доплывем до мурана очередь огромная ну посмотрим как нам получится быстро попасть туда или нет для ощущения максимального присутствия я не включала фоновую музыку поэтому наслаждайтесь всеми настоящими звуками честно говоря мы сейчас все стоим как селедки я стою практически на одной ноге жутко неудобно тесно и еще и прохладно обязательно возьмите с собой какой-нибудь шаль укутаться да либо куртку какую-то теплую какую-то жилетку и не дать на шапку конечно если мы летом попали венецию этого всего не нужно это рекомендация только для тех кто полетел поехал или поплыл в венецию осенью поздней осенью пара чиньи и чиньи не ровно она ну вот мы и приплыли на остров мура но вон оттуда мы вышли сразу здесь нас встретили лавочки со стеклом непонятно это китайский или не китайский это уже не имеет значения прокладываем маршрут куда пойти я мечтаю с детства попасть на фабрику и увидеть как они выдувают это стекло это моя мечта с детства ну вот мы и на фабрике заплатили по 10 евро билет 10 евро на человека стоит можно зарегистрироваться заранее но мы здесь купили потому что мы не регистрировались не знали попадем не попадем вот собственно так начало и выглядит стеклоделие венецианской республики начинает отчет примерно с 18 века и стекольное дело в те времена было крайне прибыльным занятием все мастерские были небольшими а и все они были семейными предприятиями абсолютно закрытыми от чужаков и устроиться в такую мастерскую можно было став лишь членом семьи владельца вот такой мастерской а породниться с семьей стеклодела было престижно даже для обладателя высоких дворянских фамилий и титулов наличие значительного количества мастерских в городе и плотная застройка со значительным количеством деревянных зданий а приводила пожаром и в 1291 году большой городской совет решил вынести все печи за черту города и все стеклянные мануфактуры за очень короткий срок перенесли на маленький остров мурана всего в двух километров к северо-востоку от венеции и с тех пор все венецианское стеклоделие называлась муранским мастерство стеклоделов росло венецианское стекло стало предметом роскоши во всем мире и даже в африке где бусы ценились практически на весь золото когда корабли плыли в африку они загружали с бусами в качестве балласта а уже оттуда они везли специи слоновую кость пальба масло и золото то есть они бусы обменивали вот именно на такие ценные товары выгодно согласитесь да и конечно же стеклодела мурана для того чтобы они могли сохранить монополию было велено хранить тайну и технологии производства и постоянно обновлять их налога технологическими приемами и все производство строго контролировалась контролировалась даже то что печи должны были топиться определенным сортом дерева да на топили тогда печи деревом чтобы они раскаливались до определенной температуры а печи растапливались до 1700 градусов цельсия вы представляете сколько нужно было дров спалить для того чтобы печь нагрелась именно до такой температуры нам очень повезло и нам дал интервью один из владельцев этой фабрики о специально вы знаете это новый глаз в мире да это специально потому что это люди которые делают это специально люди которые работают с глазами так что мы видим в многих годах 800 годах у нас есть фабрики на Мурану Илландии и в тех годах у нас есть много мастеров которые делают что-то что-то никто не делал раньше с глазами Поэтому также есть разные артисти, которые делают новую улицу для производства клея. Никто не делал это раньше. Поэтому, для этой причины, Мурано Глаз становится очень известным в мире. Для людей, для артистов, которые производят клея. Как долго ждет того, чтобы стать настоящим мастером или мастером? Это зависит от человека. Но ты начнешь в магазине работать с другими людьми. И чтобы стать мастером более-менее 10 лет. Тогда ты никогда не остановишься стать мастером. Потому что каждый день ты научишься что-то с глазами. И ты никогда не остановишься стать мастером. Спасибо большое. Великолепно. Паблика, на которой мы сейчас находимся, работает с 1934 года. И вот, что у них написано на сайте. Я их нашла. Прошло почти 100 лет с тех пор, как наши дедушка и бабушка запустили печь Вамса. Смелое предприятие, основанное на самопожертвовании, страсти. И прежде всего на мастерстве, которое всегда отличало нас сегодня, как и тогда. Из поколения в поколение предприятие расширялось до нынешней конфигурации. 600 квадратных метров пространства между печью, где рабочие обрабатывают стекло и выставочным залом. Где наши продукции и изделия из муранского стекла продаются посетителям. Прошло. 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 очень красивая площадь как обычно колодец как центр жизни тайна муранского стеклоделия хранится в строжайшем секрете и передается только по наследству так что можно смело сказать что это семейный бизнес итальянских умельцев и стеклоделие очень очень кропотливое и сложное тяжелый труд и занятия поэтому на предприятиях работает в основном мужчины они мастерству своим учатся с раннего детства и каждая из многочисленных мастерских ведет исследования в своими на своем направлении и хранит тайны своего производства даже от своих коллег соседей чуть не забыла сказать что венецианцы для того чтобы сохранить монополию именно на на стекольное производство все было оформлено на законодательном уровне все мастера стеклоделы они имели права без особого разрешения большого совета покидать территорию венецианской республики и стеклоделу который решил сбежать без данного разрешения а также всем членам его семьи полагалась публичная смертная казнь но на в интернете я нашла сведения что все-таки нашлись такие которые убежали и также за границей в англии франции они создали свои мастерские и составили конкуренцию своим коллегам из мурана конечно же для того чтобы они не убегали и из острова и продолжали свое дело продолжали совершенствоваться каждый кто становился мастером они были богатыми и они автоматически получали дворянский титул так как была гильдия стеклодува и в шестнадцатом веке около трех тысяч из семи тысяч граждан которые проживали на муран были задействованы на производстве и амуранская стеклоделия стала важнейшим источником дохода для венецианской республики так как она импортировала в европу и далеко за ее пределы его популярности на не было предела пока не нашлись конкуренты и пока не пришел наполеон как я уже говорила окончательный крах для республики стекольной отрасли пришел завоеванием венеции французскими войсками наполеона в 1797 году а затем уничтожением в 1806 году всех цехов и печей во имя свободы и равенства братства так что наполеон что он сделал он отменил все гильдии и и естественно что на габзурги из франции да они не хотели поддерживать своих конкурентов из мурана муранское стекло они сделали так что все необходимые ингредиенты для того чтобы делать стекло их привоз на сам остров стоил баснословных денег и конечно же очень много мастерских закрылись закрылись практически все но конечно же со временем в середине 19 века уже спустя очень-очень много лет муранское стеклоделие начало свою новую жизнь и начало новой эпохи на венецианского стекла связано с одним человеком его звали антонио сальвяти он был адвокатом бизнесменом из венеции а сальвяти заручился поддержка двух англичан коллекционеров они также были богатыми как он и ценили венецианскую старину и вскоре сальвяти основал новый завод в мурана на котором начал производить стекло и плитки для ремонта старых мозаик венеции и создавали новые но на старый манер для того чтобы можно было реставрировать старые здания старые церкви старые старые дворцы и муранское стекло а стала таким стиле образующим элементом для оформления внутреннего братства помещений и мода на муранское стекло вернулась интерес к нему они слабевает и в настоящее время у меня плохие новости закрываются закрывается много фабрик на острове мурана так как в течение последних трех лет щеку стекольщики мурана сталкивается с растущими счетами за газ стоимость газа начала расти в прошлом году особенно после окончания ограничений связанных с пандемией кови 19 что привело к внезапному росту спроса в настоящее время война на украине приводит к уменьшению импорта газа из россии что оказало роковое воздействие на бюджеты мастерских мурана поднимающиеся вы счета за газ стали несусветным ударом по производителям стекла за 42 года работы здесь я никогда не видел таких счетов говорит известный мастер стекла мурана джан карло синьор это по его словам счета выросли на 400 процентов по сравнению с прошлым годом синьор это мог бы временно закрыть печи как это сделали несколько других мастерских но это не так просто мы ни разу не закрывались даже во время пандемии говорить синьор это и я не выключу печи сейчас потому что это будет означать поражение и я боюсь что никогда не смогу снова их включить закрытие последующие включение печи это не такая простая задача как просто нажать кнопку так как работая при температуре более 1000 градусов по цельсию они требуют нескольких дней для остывания и вновь воспламенение кроме того керамическая чаша внутри печи где хранится расплавленное стекло отрезкается во время процесса охлаждения и ее нужно заменить а для того чтобы ее заменить а нужно удалить всю переднюю часть печи из кирпичей а затем восстановить ее после установки новой керамической чаши из-за этой причины временное закрытие не означает на несколько недель это значит означает как минимум на несколько месяцев говорит синьор это приблизительно 40 процентов поставок газа в италию происходит из россии природный газ составляет около 45 процентов потребления энергии в стране а в свете уже выросших затрат на энергоресурсов из-за пандемии италия серьезно беспокоиться о энергетической безопасности и дополнительном росте затрат после вторжения россии на украину на острове мурана стекольные мастерские потребляют огромные объемы газа поэтому даже незначительный рост цен может оказать значительное воздействие на счета например компания alcohol которая в прошлом году стала первой стекольной мастерской на мурана на которой работает исключительная женщина ситуация совсем другая в этом феврале они получили счет за газ почти на 52 тысячи евро в то время как в прошлом году он составлял около 7500 евро мы ожидали значительную сумму но не так много говорит одна из основателей мастерской мариана альбионе некоторая финансовая помощь была предоставлена винета для эль кокал и других мастерских но средства иссякли феврале и не предполагается что они будут предложены снова таким образом альбионе приняли трудное решение на на временном закрытии не хотелось бы конечно же заканчивать этот выпуск на такой грустной ноте но я верю во все хорошее я уверена что ситуация наладится и на украине и во всем мире поэтому миру мир дорогие это такая километровая очередь чтобы отсюда отплыть до бурана капец спасибо что смотрели я надеюсь очень понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал люблю целую обнимаю пока пока